И на грядках, и в тазиках, и в банках. У Александра Шамаева виноградная лоза повсюду. Пара сотен кустов и кустиков со всей России, Грузии, Украины. Главная гордость коллекции Лепчанина из Италии. Это молодая школка итальянского винограда, пиццутеллу бьянку, с очень интересной формой ягод. Она саблевидная, как дамские пальчики, но вытянутая и изогнутая ещё. То есть в нашем регионе такого винограда пока нет ни у кого. Ягоды появятся только в следующем году. Но уже сейчас Александр Шамаев уверен, итальянец прижился на Лепецкой почве. Подкладываем керамическую плитку, для того, чтобы во время дождей виноград не сырел. Почти за 20 лет виноградарства Александр Шамаев стал не просто коллекционером, испытателем. Правда, не всегда испытания были успешными. Наверное, 15-17 сортов, которые я испытал, просто не пошли в нашем регионе. Самые стойкие акклиматизировались, спокойно переносят 30-градусный мороз и дают десятки килограммов урожая. Так только с одного куста Александр может собрать 35 килограммов ягод. Полтора килограмма точно есть. Большие грозди. Александр подчёркивает, у него живое виноградарство. Это на ягодах следы раствора извести и медного купороса. Натуральная защита от сотен виноградных болезней. Сам ягоды спокойно ест немытыми. Когда видишь налитую солнцем гроздь, душа радуется. И когда угощаешь соседей, родственников, то естественно... Ну и в своём хозяйстве, сами понимаете, экзотическая ягода, изюм, и компот, и свежий виноград. Увлечение виноградом Лепчанин называет заболеванием. Он и мармеладный, и студенистый, с оттенками шоколада, черешни и жимолости во вкусе. Самое приятное время для виноградаря – когда ягоды начинают светиться на солнце. Значит, пора собирать урожай. Сейчас только начало. Последние грозди Александр Шамаев срежет в октябре. Оксана Корабельникова, Олег Писарев, ТВК Новости. Субтитры создавал DimaTorzok